В настоящей экспедиции удалось посетить, в общем-то, три таких места, которые можно, если не считать, Кремлей, которые, в общем-то, все тоже стоят на звездах, которые сегодня мы называем звездчатой крепости. Действительно, эти объекты потрясают своим геометрическим размахом и точностью. И удивительно сочетаются со звуковой волной, которую мы видим в экспериментах физиков. В прошлый раз в экспедиции 2016 года мы сделали для себя вывод, что, например, Самарская гряда, то есть стена и части звезд имеют кварцевую или известняковую основу в верхней части валов. Мы полагали, что назначение этой известняковой основы как твердая поверхность, как дорога для того, чтобы по этой стене передвигаться в непогоду, да, чтобы это все не размывало. Это надавали показать. А может быть, вот это и есть как раз вот этот фундамент, о котором мы говорим. Облицовочный. Не облицовочный, а именно фундамент. Подложка. Подложка вот эта вот окаменевшая. Вот ее, видишь, наливали здесь, понимаешь, с известью. И она являлась реально действительно вот этой платформой, которая не давала этому валу расползиться. Надо посмотреть дальше, потому что если здесь дальше такие же будут камни, значит, не просто делали вал, а еще верхнюю часть обливали. А вот такой вал уже очень сложно будет штурмовать. Его же не разобьешь стенобетным уже или там чем-то, да? То есть вот такие. И не подожжешь. И не подожжешь такие пластины. Интересно. Сейчас если такого подобного достану, значит он весь такой. Игорь, слезь. Давай я тебя подержу. Вот отсюда надо снять. Залезай сюда. Вот смотри. Вот она. Рукотворная. И вот она. Сейчас я вот еще. Снимаешь? Подойди, Коль. Вот она. Все. Вот вам и доказательство. Вот вам и доказательство. Одинаковая структура, везде одинаковая система, как фундамент, подложка, укрепительная по всей линии обороны. Вот если мы сейчас переедем на другое место, и почерк будет такой же в строительстве, одна и та же технология, одни и те же люди, одно и то же решение будет. Вот она еще доказана. То, что это отливка. Смотрите. Смотри. Такая форма. Вот здесь была земля, видите. Сфотографируешь? А вот здесь его наливали. И вот как его наливали, так он и остался гладенький. Какую-то смесь делали. Ну, смесь из чего-то, да. То есть сейчас мы этот материал, там, может его можно взять на экспертизу, просто посмотрите, из чего он. Тоже, это колонна могли так сделать. Кусочек. Если они уже в 1720 году знали, как вот такой состав делать, Ну, это явная отливка. Так они и колонны, и саки, и что угодно могли отливать. Явная отливка. Ну, вот на этом четко видно, что это наливалось. Все наливалось. Бутирвалась какая-то смесь, да? И здесь наливалось к платформу. Почему историки об этом не пишут? Оно же вот, оно прям перед глазами. Никому не интересно. Причем, считай, материалу почти 300 лет. Без малого, без 10 лет, 300 лет. А мы снова возьмем кусочек экспертизы особенного. Я думаю, что это нормально. И он, смотри, в каком состоянии. Да. Из такого, если крепость построена, и 500 лет простоит. Кусочек возьмем, посмотрим, по крайней мере, материал. Вот такой камушек, как известняк, просто для себя мы посмотрели. Вынули из этого распаханного трактором поле, где как раз проходила редута вот этой Самарской луки. Это известняк, но здесь, если сейчас игра света позволит, то видно кварцевое включение в нем. А кварц, как известно, хороший проводник. И то, о чем мы говорили как про дорогу, как версия, да, она действительно может дополняться и версией вот этой сакральной геометрии, да, прохождение уже эфирных энергий. Вот. Потому как кварц может являться таким проводником. Вот. Для себя его взяли никакого исторического объекта для нас он не представляет. Это именно элемент, как вот, разбросанных по полю булыжников, там, да, вот. Но такие же находятся как раз четко один в один, да, вот в этой стене Самарской луки. Вот. И, видимо, из него же и строилось, там, и поднималось. И вот такого типа как раз мы вынимаем там на кадре, на камере. Можно посмотреть, показать. Вот они. Это я высушил прям. Вот одну вот отсюда вырву, а другую вот оттуда. И смотри, вот он одинаковый, смотри. Я говорю, белокаменный Кремль, Вальф. И фундамент Сергея Посадской лавры троицкой. Я вот прям возьму этот кусок, приложу его к лавре, прям поднесу вот так вот. Я говорю, и сфотографирую. Ну, отливка. Так, дайте щелкнуто. О, давай сам нас сфотографируй. Сфотографирую на фоне Игоря и вот с этим камнем, вот с этими камнями. Потом скинешь мне тоже так. Присядь. Игорь, чтобы видно было. Да, Игорь. Можешь назад шутить? Давай, вот так. Так, и на эту еще. Физически вот так поднесу, вот к этому положу и сфоткую, вам две фотки привезу. Ну, не две, а вот одну фотку вот такую привезу и все. Надо, чтобы не сказать, что отломал. Ну, я с собой принесу, скажу, что я с собой принесу. Я с собой тут кусочек принесу. Кусочек истории. Да. Можно принесу? Надо опять же, опять дополнительный фронт работать. Надо было сколько раствора этого сделать. Это же надо было вот это все еще передробить. Тогда интернета не было. Время было. Ну да, больше. Не сериалов. Не сериалов, не интернета. Вот специальный его подсвет хотим попробовать поставить так, чтобы нам-то глазами видно, вот, блеск, да, но вот если попадет, это камера сможет зафиксировать. Вот, то здесь есть вот эти элементы, как слюды, кварца, вот, значит, причем это никто не колол, это как обмылок, обмылок, да, то есть, естественно, как кусок, если его пополам разломать, то эти включения, конечно, более себя проявит. Ну, это вот кусок известняка, как раз такого породы, эдотичный, взято там же с поля, где сельхозяйственная работа происходит. Из них же. Переверни, пожалуйста, на ту сторону, там, вот, да, тут есть впечатление, что на самом деле вообще это как отливка была. Может, почему обратили тогда внимание, потому что такое впечатление, вы же помнишь, сначала вообще подумали, что это какие-то куски цемента от чего-то еще выброшены. Ну, здесь, да, можно такое впечатление получить, потому что, собственно, в самой, вот на кадрах будет видно, там, 16-17-х годов, что там эти, известняковые кусочки, они, как бы, как плитка, да, как вот, они примерно одинаковой ширины, там, 4-6 сантиметров, такие прямоугольные, там, разной формы, вот, но все-таки похоже на плитку. А внутри бут вот такого типа, чем глубже там идет бут, потом просто земля, вот, но, тем не менее, вся эта порода, да, она идентична, имеет вот такие кварцевые включения в себе, может являться многофункциональной, то есть, необязательно это могло быть дорожное покрытие, могло быть и проводником, то энергия, которая необходима была, и можно было через это проводить. Вот, так что... Ну, я, конечно, все-таки вот эта верхняя сторона смущает, потому что она уж очень искусственно выглядит, на отливку похоже. Вот, видишь, верхняя, ну, вот, да, да, видно. То есть, как будто наши предки знали какой-то секрет вот такого состава, замешивали его, и в итоге создавали такой, как бы сейчас сказали, композит. Показывает. Это не факт, что 300, то есть, никто не знает. Вообще не знает никто, на самом деле. Это нам говорят, что 1720 год. Оно могло и до этого быть, просто его могли эксплуатировать и при Петре. А при Петре могли просто... И после Петра, и до... При Петре могли новый чистокол поставить просто. Да, это как змеевые валы в Киеве. То есть, понимаешь, если по типу строения примерно, как бы, такое же, это, да, то... Ну, про змею хоть честно говорят, что им около тысячи. Да, им больше тысячи лет. Да, больше тысячи лет неизвестно, кто строил. А вот это-то Петру приписали. А это приписали Петру. Ну, это совершенно... Я вот не верю лично, что... Вот мы рассматриваем участок, вот, ну, сколько, ну, тут километр. Это, представляешь, какой фронт работы, чтобы вот это проделать? А здесь 250 километров. Это только то, что сейчас мы, как бы, можем просмотреть примерно. И, типа, вот это все за четыре года построили. Это тут участок, они, вот, это будет полгода копать. Чем они копали? Экскаваторов не было, аж надо было все вручную насыпать. Да нет, понятно, что вручную опять... Потом вот это... Если действительно... Поле достаточно быстро делается ручными носилками, элементарно. Это просто организованный труд нормальный. Да? У нас Байкало-Амурская магистраль вручную правит. Это... Народ чуть сапает, то есть, при желании. Особенно в случае угрозы внешнего врага, когда единая миссия под единый Грегор, как бы, объединялась. Сбежались и пошли. Все, и, как бы, вот, понимаешь, что... Все деревни собирались, то есть, и погнали. Тем более, такие вещи делали, ну, не зимой же, Ну, понятно. Не в мерзлоту, да, то есть, когда это, как бы... А вот, кстати, тоже это надо учитывать. Они же делали это летом. То есть, получается, не 4 года, а фактически 2. Если чистое строительство, то не больше 2, да. Потому что только в межсезонье, пока нет морозы. За 700 дней, фактически. Замороженной земли это сделать невозможно. Так вот, самое интересное, я говорю, я документы когда читал, там вот один из лейтенантов, который строил, якобы строил вот эти все валы и редуты. Я думаю, они осваивали. Он писал, да, что, как-то знаешь, там, царь-батюшка дюжу сложно строить валы, некоторые валы мы ведем по более старым, неизвестно кем построенными. То есть такое ощущение, что валы-то были, они, может, их просто достраивали, соединяли. Вспоминая фундамент самого старого храма в Сергии Троицкой лавре, я вот этот кусочек с собой возьму и вот так вот приложу. Это оно же. Надо собрать сейчас. Это тот же самый материал, тот же самый материал, что белокаменный кремль, и тот же самый материал, что вот старые храмы, еще которые там строились более 300 лет назад, вот этот белокаменный строительный, так называемый вот материал. Да мы сейчас все гадаем, а где вот эти все каменоломы? Возьмем с собой один, да? Каменоломен не было, они сами это все делали. Точно, точно, я тебе говорю, вот этот материал белокаменный. Что касается современного назначения, мы повторно посмотрели, как используется спортивный объект, там прекрасно, замечательно, все эргономично вписано. Повторно посетив объект, который мы не имели возможности технические аэросъемки много лет назад, да, сейчас такая возможность появилась, и мы, пользуясь случаем погоды, да, заехали его и сделали эту работу, провели. Значит, поражает еще то, что продумана была связь с водой всех этих объектов, да, то есть обязательно вокруг ров, значит, обустраивался, была заведена река или русло, или ручей, значит, сейчас на этих объектах мы этого не наблюдаем, то есть, видимо, еще во времена СССР, то есть изменена была геометрия русла, реки, да, там, и даже уже старожилы не помнят, когда это произошло. Вот, но с аэросъемки характерно просматривается геометрия расширения этой звезды, то есть, когда ты к ней подъезжаешь, это один объект, когда ты поднимаешься над ней, ты понимаешь, что это фрактально один в другом объекте, да, то есть это еще переходит дальше. Вот. Ну, Боби, ты сюда сбежал, провалился, и все, и тут тебя... Ну, да, что, ров такой, а он и там шел везде, ров этот, для воды, и здесь он идет, продолжает. А это чисто как ловушка, видимо. Ловушка, то есть человек сперва должен был попасть в воду, и потом скользкими ногами пытаться залезть на... Здесь вода-то вряд ли. А, еще знаешь, для чего, на лошади нереально. Здесь, да. То есть галопом вот это преодолеть, если просто не было рва, то можно по инерционной силе на лошади просто забежать. Заскочить. Заскочить. На него вот через это нет, надо все переломать, все и шею, позвоночник, как раз. И всадник еще ткнется носом прямо на вал. А если еще с учетом, что здесь был чистокол, и как бы его надо было еще преодолеть, то время это еще увеличивало там в разы. То есть небольшой взвод, в принципе, тут можно достать много. Спокойно, долго держать оборону. Поехали. 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 КОНЕЦ. Поехали. Еу ЕУ. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова